Пушки по расчету актуальность военных разработок проверят математикой. Источник изображения, фото, РИА новости, Михаил Воскресенский. С лоббизмом и нерациональным использованием средств при выполнении оборонных заказов начнут бороться с помощью математики. Главное научно-исследовательское управление Минобороны разработало формулу, которая позволит оценить степень уникальности и инновационности изобретения. Для расчета значимости продукции введут коэффициенты в соответствии базовым критическим технологиям, научно-техническая новизна, а также возможность парирования военных угроз будущего. Изделия, имеющие высокий потенциал по итогам применения формулы, получат оценку от 0,8 до 1, низкие от 0 до 0,3. Эксперты отмечают, что такой подход необходим, но он вряд обеспечит полную объективность, так как цифровое значение коэффициентов будут определять привлеченные специалисты. Выбрать лучшее. Применение специальной формулы при оценке новизны военных разработок прописано в проекте приказа Министра обороны об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции. Копия есть в распоряжении известий. В настоящее время документ проходит внутриведомственные согласования и антикоррупционную экспертизу. В пояснительной записке к приказу говорится, что к инновационной продукции оборонно-промышленного комплекса ОПЭКа относятся технологии и изделия, которые обеспечивают возможность парирования угроз безопасности РФ. И что нововведение поможет стимулировать разработки и производство самой современной продукции с той, что есть в стране. Причем такой подход будет распространяться не только на поставщиков услуг и материалов, но также и на подрядчиков, выполняющих те или иные работы для военного ведомства. Это, говорится в документы, позволит повысить эффективность бюджетных расходов, а также поддержать предприятия ОПЭКа и других контрагентов, которые обладают передовыми технологиями. Уже сейчас Минобороны при заключении контрактов с предприятиями используют похожую систему оценки актуальности продукции, отметил военный эксперт Владислав Шурейген. Такой математический подход помогает выбрать действительно инновационный вид вооружения. А, значит, и финансирование получают актуальные проекты, рассказал известием Владислав Шурейген. При этом надо учесть, что в производстве танка или бронемашины задействованы десятки и сотни предприятий, финансовое благополучие которых во многом зависит от газзаказа. То есть такая система защищает и производителей. Эксперты и коэффициенты В формулу войдут несколько коэффициентов, которые будут рассчитываться математически. В частности, при определении научно-технической новизны продукта оценят его конструктивное выполнение, состав материалов и функциональное назначение. Будет учитываться и соответствие базовым критическим технологиям, которые были ранее одобрены военно-промышленной комиссией АРФ. Еще один важный коэффициент – возможность парирования военных угроз будущего. К ним, например, можно отнести разработку оружия, способного сбивать гиперзвуковые ракеты. Высокий коэффициент получит продукция, которая серьезно расширит и выведет тактико-технические характеристики оружия и техники на новый уровень в сравнении с существующими отечественными аналогами. Отдельные коэффициенты установят для таких показателей, как уровень развития по сравнению с мировыми аналогами, наукоемкость и реальная возможность внедрения новинки на производстве. Наконец, учтут и эффект от реализации продукции. Предпочтение отдадут тем изделиям, которые обеспечат экономический и технологический эффект в перспективе, смогут оказаться полезными при производстве гражданской или продукции двойного назначения, дать мощный толчок развитию целых отраслей. Каждый из вышеперечисленных показателей может получить оценку от нуля до единицы. Так, например, при расчете соответствия мировому уровню, высшую оценку заслужит продукция, опережающая мировой уровень, а нишую – нулевую, отстающая на 10 и более лет. Совокупность таких показателей, по мнению разработчиков, поможет определить, действительно ли разработка или изделие является инновационным. Ряд коэффициентов установит группа экспертов в составе не менее 7 человек. Они должны обладать компетентностью в соответствующей области, эрудированностью в смежных областях знаний, иметь стаж научной и практической работы, отмечается в приказе. Приоритет при привлечении экспертов отдадут тем, кто имеет ученую степень или звание. Но при таком способе оценки разработок трудно избежать субъективизма, отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов. «В этом случае важна не только сама формула, но и процедура и критерии подбора экспертов», – рассказал он известием. К сожалению, в документе не говорится, кто их будет набирать, а также не сформулированы четкие требования к членам таких групп. Определенный подбор экспертов, к сожалению, может привести к лоббированию интересов тех или иных промышленников. Заинтересованные члены Совета, завысив коэффициенты, могут добиться включения нужного им проекта в газоказ. «Также непонятно, как будет приниматься решение о финансировании разработки в том случае, если мнение экспертов разделится», – отметил Андрей Фролов. Правовые нормы в сфере исполнения гособоронзаказа ужесточаются системно и не первый год. В частности, в 2013 году были внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За отказ единственного поставщика от заключения контракта по оборонзаказу введены штрафы для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юрлиц до 1 миллиона. Также увеличился с трех месяцев до трех лет срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение обязательных требований по оборонной продукции. Год назад был разработан запрет на участие в оборонзаказе для фирм, где есть судимые за превышение должностных полномочий и злоупотребление топ-менеджеры. Право на данный материал принадлежат известиям. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.